Дорогие друзья, уважаемые ветераны, сегодня у нас праздник, праздник, которому 98 лет, скоро 100 лет. Это в недалеком будущем, вернее в недалеком прошлом, один из самых главных праздников нашей страны. Старшее поколение помнит, как все это происходило. Это действительно был всенародный праздник. На улицах, площадях, дома, везде, все, без исключения, отмечали этот праздник. И сегодня мы в состоянии наступили по этим временам. И вот сегодняшний день говорит о том, что этот праздник выводит в историю. О нем забывают не только власть, о нем забывают и люди старшего поколения. Вчера, поздравляю некоторых, даже ветеранов, я поздравлял с праздником. Некоторые говорят, что это праздник. Какой праздник? Это я не говорю уже о поколении молодого, которые действительно не прочувствовали, не знают, что такое Октябрьская революция. Хотя сегодня вроде бы патриотическое воспитание и все эти вопросы для учащихся являются что ли предметом каким-то. Но тем не менее, значит, надо нам, старшему поколению, пока мы все живем, передавать это все, чтобы это не ушло в историю, чтобы это не забылось. Ведь вы знаете, что во многих странах, в странах капитала, как говорят, свои события, пусть они были, может быть, не очень приятные, такие, как Парижская коммуна и так далее. Ведь столько лет прошло, а государство об этих событиях помнит и люди помнят. Примите искренние поздравления с этим праздником. Лично от меня, от нашей общественной организации, людей с ограниченными возможностями, от партии «Справедливая Россия». Всем вам доброго, здоровья, удачи в жизни, успехов, благосостояния и главное – здоровья. Вот сейчас власть стремится пополнить бюджет, это, причем, заметно, за счет народа. Это повышение налогов, это повышение тарифов и многое другое. Вот буквально недавно приняла Государственная Дума закон о том, чтобы увеличить штрафы, пении за неуплату за коммунальные услуги или за несвоевременную плату, значит, увеличить штрафы в два раза. Ну, как это понять? Никак не понимается. Дальше. Увеличили резко плату за землю. Люди говорят, что в три раза. Нет, 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 я скажу, разрешите. Я сходила, везде выбегала, я чуть в обморок не упала. Пять с половиной раз я 7 тысяч получала пенсию, теперь побольше маленько. Так и ответили, вы на группе или нет? Я говорю, не на первой, не на второй. А семерых нас мама войну-то воспитала. А я вот что буду, я заплатить-то заплатила, но я с чем осталась? За все платежи заплатила. И дрова не начали купить? Так вот, пять с половиной. Нас отняли и годы практически у многих категорий населения. Значит, три года на проезд ушла в историю. Значит, три года по уплате земельного налога риквидировалась практически. Это все действия власти неконституционные. Конституция не разрешает худшать вот эти все вопросы. А все это делается втихаря и продолжает быть. Поэтому у меня предложение такое, может быть, от сегодняшнего нашего сбора, от всех нас, значит, немедленно, срочно подготовить обращение президенту, президенту, именно президенту, пока он не подписал еще этот закон о увеличении штрафов за коммунальные услуги в два раза. Дума приняла, но он еще не подписал. Значит, чтобы он не подписывал этот закон, это, понимаете, аморально. Дальше, плата за капитальный ремонт. Значит, берут со всех одинаково. Ну вот, люди, которым осталось жить, может быть, там, несколько лет, может, даже меньше, они сейчас должны все это платить. За кого и за чего, куда эти деньги пойдут, никто не знает. Поэтому это тоже ненормальное явление. Вот. Давайте, вот, если вы согласны, мы буквально в понедельник со Светланой Реодиновной подготовим, значит, эти обращения и направим к президенту. Об этом уже говорили на конференции. Недавно прошла конференция 22-го числа октября в Кирове, областная конференция. Об этих вопросах, об индексации пенсии пенсионера на 4%, и о том, что нет будет индексации работающих пенсионеров, мы уже направили письмо от всей области президенту. Ну что, дорогие друзья, с праздником вас! Всего вам доброго! Главное, всем здоровья! Спасибо вам большое! Товарищи, слава предоставляться Черезову Олегу Валентиновичу, директору Первомайского лестерпорта.